Принять себя такой, какая ты есть, потому что вы такая в этом мире единственная. Правила красоты, здоровья и женского счастья. Оксана Федорова открыла в столице новый форум. Его организовал благотворительный фонд, который возглавляет Мисс Вселенная. Задача фонда не только помогать, но и просвещать. На встрече Оксана объясняет, почему важно заботиться о себе и своем теле. Здесь можно почти без очереди попасть на прием к мамологу или дерматологу. На полях форума развернулся самый настоящий медицинский центр. Сегодня большинство людей приходят ко врачу в лучшем случае, когда что-то заболит. Ежегодная диспансеризация пока не вошла в моду. А между тем, профилактика заболеваний нужна не только для красоты, но и для повышения качества жизни. Люди, которые просто загружены или какая-то слабость, вялость у них, что в принципе у всех в нашем мегаполисе, это может быть причиной гормональной значительной проблемы. Желательно проходить хотя бы эндокринологу, особенно женщинам из-за того, что половые гормоны тоже очень важны, да и мужчинам в том числе, хотя бы раз в год обязательно. Щитовидная железа влияет на обмен веществ, работу сердца, состояние ногтей, волос и кожи. Жительницам мегаполиса достается больше всего. Большой город – это плохая экология, нехватка ультрафиолета и высокая интенсивность жизни. Отсюда сухая кожа. Усугубляет проблему, продиктованная рекламными роликами умывание два раза в день. Умываться вечером достаточно с применением моющих средств. Имеется в виду с применением веществ, которые являются щелочами, так или иначе. Утром не нужно в таком случае умываться при помощи мыла, умывалки. Если у вас есть профессиональный грим, если у вас есть работа, связанная, ну не знаю, с загрязнениями какими-то серьезными, ну там другая история, тогда по требованию. После консультации у врача можно заглянуть к визажистам. Эксперты по идеальному тону и длинным ресницам преображают всех желающих. На московском форуме красоты и здоровья весь день работает Beauty Corner. Если вы очень торопились на открытие и не успели дорисовать себе легкий румянец, здесь вам обязательно помогут. А в подарок получите советы от профессионального стилиста. Как говорят на форуме, красоты много не бывает, поэтому и я не смогла обойти стороной столы визажистов. Мастер нанесла мне популярный в этом сезоне мейкап в персиковых тонах, а в процессе поделилась главными ошибками, которые девушки допускают во время макияжа. Не припудривают под глазками консилер, он скатывается, не растушевывают тональный крем и очень берут много сухих продуктов и сразу наносят из-за этого, получается, пятнами. Осталось припудрить и легкий летний макияж готов. И много у вас девушек сегодня выстраиваются в очередь за такой красотой. Да, очень много. У нас уже было где-то 10 девочек в таком утро. На форуме красоты и здоровья гости разных возрастов. Одних вдохновляет главная героиня праздника. Смотрела спокойно еще малышей всегда. Мне нравилось, как она выглядит. Мне всегда хотелось быть чуточку на нее похожей. Другие поддерживают основную миссию столичного форума. Ну, чтобы люди, наверное, меняли взгляд свой. Смотрели с разных сторон на образ жизни. Здоровый, нездоровый. И выбрать, кому какой ближе. Прошлись внизу по здоровому питанию, попробовали. Все очень вкусно, понравилось. Даже с трудом верится, что это вкусно, но полезно при этом. Первый форум красоты и здоровья проходит в год десятилетия благотворительного фонда «Спешите делать добро». Оксана Федорова планирует развивать свою идею и проводить московскую встречу ежегодно. Ольга Бубнова, Аванеса Витисян, ТВ Брикс.